Сегодня в студии СВИК-ТВ кандидат в депутаты Воронежской областной думы 6 созыва по избирательному округу номер 12 Юрий Распопов. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Юрий Иванович, вы идете на выборы по территориальному списку от КПРФ и как одномандатник. Все верно? Да, все верно. Ну, я думаю, интересно будет нашим слушателям, зрителям, вашим избирателям узнать немного о вас, как о человеке, ну, такая небольшая заметка автобиографическая. Ну, что можно сказать? Родился я в городе Воронеже, в поселке Сому, где до сих пор и проживаю. У меня двое детей, уже двое внуков. Учился заочно после прохождения в вооруженных силах в армии. То есть, в настоящий момент, уже 23 года, у нас собственная компания вдвоем с моим товарищем, учредителем. Которая занимается строительством. Которая занимается строительством, именно строительством в городе Воронеже. В КПРФ, я так понимаю, что это неоднозначный вопрос. То есть, почему именно КПРФ? Ни в какой партии до этого не состоял. В общем-то, политические взгляды, ну, наверное, все-таки социально ориентированные. Почему в настоящий момент, считаю, что самая доступная и самая демократичная партия, то есть, это КПРФ. Когда можно пообщаться и с первым секретарем, и со всеми кандидатами и депутатами. И, в общем-то, не бояться высказать свое индивидуальное мнение, которое в настоящий момент где-то, может быть, и не приветствуется в других политических партиях. Юрий Иванович, ну, у вас есть опыт депутатской деятельности. Вы депутат райсовета по Поворенскому району. Я думаю, что это как раз вот вам и будет помогать, если вы станете депутатом Воронежской областной думы. А вы знаете, опыт громадный. Потому что в начале своей политической карьеры здесь, в КПРФ, Сергей Иванович направил в самый дальний дотационный район города Поворино. То есть, Поворинский район. Район действительно слабенький, дотационный. Но люди там замечательные. И, вы знаете, вот три года уже практически я там работаю, три года. Ну, многое сделали. Многое я понял там в политическом устройстве, допустим, того же района. И какое отношение имеет депутат, и как он влияет на события, которые разворачиваются в этом районе. Ну, я думаю, однозначно многое. Многое почерпнул. С опытом приходит и в политической карьере, скажем так, тоже какое-то познание нового мира. Вы баллотируетесь по 12-му избирательному округу. Если говорить о Воронеже, это центр города. Конечно же, вы встречались с жителями округа. Какие настроения сейчас у воронежцев? Вы знаете, в первую очередь, людей волнует все-таки, как не то, что творится вне города, области, в стране. В первую очередь, наверное, все-таки их волнует то, что творится у них в собственном дворе. Вы знаете, в собственном доме, как их обслуживает их управляющая компания. Как наводят порядок у нас органы правопорядка, так называемые, полиция. Но я бы сказал так, что, наверное, людям, наверное, нужно помогать вот реально данному дому, данному подъезду, данному двору и, наверное, каждому человеку. Вы знаете, вот многие из них, которые говорили о том, что, обращаясь в те или иные органы, ну, не получали, наверное, должного понимания о том, вот именно те вопросы, которые сейчас самые насущные у них, это не то, что творится, допустим, там в Павловинском районе, как бы это ни было прискорбно, а то, что творится их в собственном дворе и в собственном доме. У кого-то там не отапливается дом, они не могут достучаться до управляющей компании. Вы знаете, вот у людей же ведь не только обязанности, но у них есть и права. И те права, которые они, в общем-то, и востребовать не могут, они не знают, как это сделать. Но в этом, наверное, должны помогать им депутаты и те их избранники, которых они все-таки избирают из года в год и ждут от них реальных дел. Ну, я вижу вот только в этом именно свое присутствие и почему я баллотируюсь именно в областную думу. Хотелось бы помочь людям, реально помочь именно в реальном районе, а дальше уже будет видно, будем смотреть, что же будет. Ну, вот если взять даже такой больной вопрос, насущный жилищно-коммунального хозяйства, как вы видите работу с теми же управляющими компаниями, недобросовестные компании продолжают учимлять права жильцов? Вот немножко, может быть, порассуждаем на эту тему. Вы знаете, вот встречаясь с людьми, я много слышу о том, что их просто пинают, не пускают, не разговаривают, то есть отмахиваются. Но люди не понимают, что они могут поменять эту управляющую компанию легко. Сообщество собственников может сейчас, кстати, это много обсуждается и в областном правительстве, и губернатор об этом говорит. Они могут сделать свое товарищество собственников жилье и не зависеть от компании, которая навязывает им якобы свои какие-то услуги. То есть, а многие, вот многие, 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 мы знаем проблему ЖКХ, они глубоко недобросовестные. Нет дворников, уборщиц, нет достаточного отопления. Вот они берут справку в СЭС, что у них 16 градусов в квартире. Но никто даже на это не смотрит. А обращаться они дальше не знают куда. Создавайте товарищество собственников жилья, и тогда вы сами будете управлять своим домом, своим подъездом и своей территорией. Ну, я вижу в первую очередь, когда люди начнут управлять, и когда они почувствуют себя хозяевами именно того жилья и того дома, в котором они находятся, я думаю, что все изменится в лучшую сторону, однозначно. И деньги пропадать не будут. Юрий Иванович, ну, вы еще отметили такое направление, как безопасность в городе Воронеже. И не могу не сказать о недавнем случае, который, ну, просто взбудоражил и всю Воронежскую область, и, наверное, всю страну. Это история с семилуповским маньяком. Получается, что вот он в Воронеже напал на сотрудницу Левобережной прокуратуры, ну, во дворе, да, вот, чуть ли не средь белого дня, и потом сложно было найти, но, слава богу, все разрешилось, да. Как защитить горожан, как обезопасить их и во дворе, и в магазине, еще где-то? Ну, очень интересный вопрос, честно говоря, меня волнует очень серьезно. Мы на встречах, там, березовые рощи с людьми, я спрашиваю у них, скажите, пожалуйста, вы знаете своего участкового инспектора? 80% его не знает. Телефоны висят. Звоним по этому телефону. И также здесь, на улице Плехановской. Ну, участковый у нас на участке, я вот, честно говоря, не знаю, на каком участке, приусадебном, может быть, или дачном, да, на участке, но никто его не видел, никто не знает, и работу, знаете, некоторые главы администрации даже не знают тех полицейских, которые обязаны следить, вот, поддерживать общественный порядок. Центр города, вы понимаете, центр города, никто не знает участкового. Ну, до чего доходит? Он должен постучаться в каждую квартиру, а если прописаны не те люди, или проживают какие-то, он даже не знает, вот, какая ситуация у него в районе. Ну, он же на участке, только непонятно, вот, на каком. А вот те заборы, которыми оградились РУВД, да человек рядом с забором будет совершаться там правонарушение, он попасть не сможет без паспорта на территорию этого РУВД. Ну, о чем мы говорим? То есть, кого они охраняют? Если только себя там от терактов, ну, замечательно, то есть, вы подготовились. Ну, кроме, в общем-то, себя, наверное, есть еще налогоплательщики, граждане нашей страны, которые в первую очередь они должны охранять. В первую. Вот это больше всего возмущает. От кого прячется? От тех людей, которых должны помогать. Ну, наверное, это неправильно. Если это не так, ну, скажите мне, я, может, соглашусь. Как депутат может повлиять на эту ситуацию? Я думаю, в первую очередь заставить их работать. Вот есть округ, есть округ. Я обязательно должен знать тех людей, участковых, которые там работают. И пускай будут люди, это, значит, уличкомы, нужно с ними сотрудничать. Было ли у вас участковый? Мы, знаете, вот такое понятие, как административное правонарушение, мы уже забыли, что это такое. На улицах свалки. То есть, раньше проходил участковый. Мы говорим все о советской власти. Выписывал какие-то предупреждения. После работала административная комиссия. Сейчас комитетов полно. Но я что-то не увидел, чтобы что-то менялось. И в том числе участковый. Хватало его одного. Но если мы его сейчас даже не знаем, ну как мы можем, в принципе, как он может повлиять на ситуацию? Почему он ни разу не зашел в дом, около которого там свалка мусора? Почему он не выписывал предупреждение? Не надо штраф. Пускай человек почувствует, что присутствует эта власть. Многое изменится. Абсолютно многое. Какие еще сложные вопросы, на ваш взгляд, нужно решать в первую очередь? Ну, я думаю, что сложных вопросов просто масса. Вы знаете, вот сейчас вот тут недавно смотрел по федеральному каналу, как Скворцова встречалась с президентом. Ну, смешно. Ну, вы знаете, просто смешно. У нас здравоохранение катится в пропасть. Все уже эти заметили. Вот та ситуация, которую они сейчас хотят изменить, она просто в худшую сторону. Вы знаете, лишают коек больных людей, увольняют медперсонал. То есть, ну, это одна из самых больных тем, которые сейчас в здравоохранении. Я считаю, что самое провальное, это то, что люди умирают. По три дня дети стоят в очереди с температурой. Ну, я уже не говорю там про нашу область. Наверное, все-таки у нас более благополучное состояние. Посмотрите, в Орловской, Тамбовской области на 40% детская смертность увеличилась. Они не могут просто попасть к педиатру. Не потому, что он не хочет их принять, а потому, что его просто нет. Мы лишаем там деревни, какие-то населенные пункты в районах вот этих больниц, поликлиник, врачей. Ну, к чему это дальше приведет? Наверное, к тому, что люди начнут умирать, лечиться не у кого. Но мы сохраним какую-то часть бюджета, то есть, как они говорят. Вот эта вот ситуация мне вообще непонятна. Как вы оцениваете своих конкурентов по партиям, если брать? Ну, я бы не стал говорить, что они конкуренты, они такие же кандидаты, которые там баллотируются, и которые наверняка имеют свои программы, свое видение. А политические партии, да, в принципе, очень интересно. Я усмотрю, что у нас Жириновский баллотируется в нескольких областях. Ну, наверное, он в Думу придет к нам работать. Ну, очень бы хотелось такого политика. У вас главляет. Да, Миронов. Он, наверное, тоже придет к нам работать. Он же говорит, поможем, услышим. Как он хочет услышать нашего избирателя, когда он где-то там, и где-то кроме его плаката, никто никогда никого не увидит. Значит, наверное, вряд ли мы услышим, да? Возьмем нашего руководителя, который возглавляет наши списки. Это первый секретарь, который 20 лет уже в Думе, и который так же, как и мы, встречается с людьми с напряженным графиком, и каждый может его услышать и увидеть. И он работает, и он действительно находится здесь. Ну, вот вам и пример живой. Для чего тогда популизм политический? Скорее всего, это не помощь. Это, наверное, просто местному политическому бомонду. Это как какой-то стопор, что вот они возглавляют списки в Воронежскую область. Ну, смешно. Просто смешно. Если приедет работать сюда, ну, честь и хвала. Ну, что вряд ли, наверное. Игорь Иванович, вы можете обратиться сейчас к своим избирателям. До дня голосования остается все меньше и меньше времени. Что хочется сказать, к чему призвать, пожалуйста. Вы знаете, в первую очередь я попросил бы всех людей, которые меня увидят, которые слышат, все-таки прийти на выборы. Ваш выбор, он независимо от того, что мы сейчас говорим и обсуждаем. Но, вы знаете, ваш голос уже никто не подменит. Никто не сделает галочку за вас. Вы знаете, законы, которые рождаются в государственной, в областной думе, они же с помощью вас все рождаются. Чем больше депутаты и ваши избранники вас слышат, в ваши чаяния, в ваши надежды, вот все они, вот один человек сказал, два, пятьсот человек, все, рождается закон, все они должны быть услышаны. Придите на выборы, сделайте свой выбор, думайте о будущем. Продолжение следует...